сегодня на библейском портале экзегет мы отвечаем на вопросы как относиться сегодня православным людям в процедуре экстракорпорального оплодотворения сокращение и к я скажу свое личное мнение я считаю что практика и к также аморально и противоестественно как суррогат на материнство почему потому что основа социальной концепции русской православной церкви сказано что недопустимы те виды экстракорпорального оплодотворения которые связаны с разрушением так называемых избыточных эмбрионов то есть с уничтожением маленького человека в утробе а вот и в утробе или в чашке петре ведь мы знаем что во время процедуры и к ребенка зачинается вне женского организма и дело в том что все современные так называемые гуманные даже виды и к они предполагают такой риск маленькой зародившейся жизни что он равнозначен тому чтобы мы заранее скажем так ребенка подвергали тому риску который он никогда не подвергается время естественного зачатия дело в том что при использовании технологии эко количество нарушений хромосомных нарушений превышает 70 процентов вот когда происходит оплодотворение яйцеклетки таким образом а следовательно они не могут обойтись без селекции а что значит селекция с нашей православной точки зрения это значит что еще до подсадки матери кто-то какой-то специалист начинает решать вот этот эмбрион жизнеспособный а этот нет этот эмбрион класса а а этот эмбрион класса c или b уже то что мы видели уже в фашистской германии когда людям назначались определенные классы до зависимости от их функционирования физиологического функционирования это крайне бесчеловечная вещь потому что каждый зачатый ребенок это ребенок с живой душой вот и поэтому как бы нам не говорили что есть гуманная и к с помощью одной яйцеклетки нет нижней нижней способна такая яйцеклетка и как правило за этим следует обычная процедура и к как мне пишут многочисленных письмах матери чтобы не рассказывать защитники и к мне пишут матери следующее у меня взяли 10 12 15 яйцеклеток из них оплодотворилась условно говоря 12 8 погибло ли столько там до определенное количество погибло то есть уже сразу получается что за жизнь одного гипотетическую жизнь одного ребенка который искать еще пока не сказать родился да то есть собственно живет вот но мы понимаем что он может еще и не дожить до до родов потому что такие беременности связаны с патологиями различными вот в этом случае все равно получается что цена за вот эту одного рожденного ребенка она превышает все моральные допустимые вещи нельзя платить жизнями одних детей за жизнь других и любое как многие говорят сегодня даже православные люди к сожалению говорят что это некое донорство это некая жертва но простите меня жертва добровольно а в данном случае вы берете невинное существо и без его согласия над ним совершайте вот этот вот фактически эксперимента и подвергайте его риску и опасности смерти ради того чтобы вот женщина получилась сейчас в данный момент мы даже однажды как эти услышали от одной суррогатной матери что ей заказывали к определенному сроку ребенка как с доставкой понимаете то есть вот эта технология она очень сильно расчеловечивает беременность зачатие беременность роды и мы видим последствия всего этого а последствия какие да очень просто стране уничтожена индустрия лечения бесплодия бесплодие лечится в девяносто восьми процентов случаев она излечивается за два-три года но для этого человек должен изменить свой образ жизни начать нравственную жизнь перестать гулять направо и налево найти наконец своего человека и жить с ним целомудренно то есть как положено по закону божию то есть как раз естественное зачатие естественные роды предполагают естественная плодоносность человека предполагает вот такое вот скажем такой образ жизни поведение об апологета и к говорят а зачем зачем тебе долго лечиться вот тебе пожалуйста поставить тебе диагноз бесплодие очень быстро мы тебе сразу предложим процедуру и к ведь это же не лечение это лишь преодоление состояние бесплодия безо всякого нравственного усилия вот еще очень серьезный момент вот и получается что человек может как угодно безнравственно жить но все равно сделают за счет жизни других детишек кто-то зачаток да сделают из десяти яйцеклеток там два и две или три других могут может быть заморозят пока деньги есть у человека и будут держать их замороженном состоянии разве можно назвать это поэтому моя позиция все-таки как члена комиссии русской православной церкви по биоэтики помимо основного послушания все-таки я считаю что эта процедура она должна тоже уйти из нашей практики и уступить место естественному лечению бесплодия внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и Продолжение следует...